друзья всем привет это 24 посылка пришло это все в двух коробках и в 24 посылки по сути это одна деталь это кузов упаковано видимо хорошо они все были завернута в пленкой как одной посылка шло но тут видимо мелкие детали тут сам кузов давайте по порядку тогда откроем внимательно посмотрим что сегодня будем собирать и начнем сборку все тайм-коды будут в описании итак погнали давайте по порядку номера в 24 посылки 91 по 94 мы будем собирать ну значит тут кузов идет боковые воздухозаборники и крышка бензобака петли и пружины капота носок стекло обмывателя и замки капота все понятно теперь перейдем к деталям давайте с мелких начнем ну это видимо замки капота тут пружинки винтики и крепления воздухозаборники тут все понятно и стекло мойка и что такое короче мелкие детали ну а теперь давайте рассмотрим кузов он идет одной цельной деталью тут видны скажу так покрашен хорошо мне безумно нравится он тяжелый посылка в целом весит почти два с половиной килограмма то может два и два или два и три вот честно не помню но это примерно потому что туда же еще ходит упаковка там условно бумага коробки и так далее очень прикольно выглядит мне безумно нравится мустанг скорее всего мы еще не будем устанавливать на шасси потому что нам надо установить облицовку облицовки тут нет видимо мы будем сказать наращивать сам кузов видимо поставим воздухозаборники ну может быть соединим с 1 с мордой но сейчас посмотрим тогда погнали начиная с 91 1 2 номера вначале посмотрим что в 91 номер а то может быть это просто кузов и все тогда начнем с 92 в девяносто первом номере я по практически угадал у нас идет кузов но нам надо еще подсоединить как раз ту часть морды который мы собрали в предыдущий там вроде в 90 в 90 номере тут все просто у нас имеются крепление вот они нам надо просто вставить в эти пазы перевернуть и закрутить 4 винта тут все не так просто модель тяжелая и видимо я сейчас попробую как-нибудь сделать иначе секунду придется взять мягкий коврик потому что очень боюсь именно подпортить модель коврик у меня будет по другой модели тому три четверки но это не значение главное он мягкий вот такой мягкий коврик теперь переворачиваю точнее ставлю на бок и надо закрутить 4 винта передок подсоединили к самому кузову вот такая большая у нас машина коврик кстати тоже у меня практически впритык он идет по три четверку но видимо три четверка тоже плюс-минус таких же размеров кстати коврик очень мягенький вообще прям мне нравится но мы не о коврике машине мустанги поэтому переходим уже в 92 номеру видимо будем уже устанавливать воздухозапорники и другие элементы на сам кузов итак у нас тут воздухозапорники я сразу перевернул кузов потому что закручивать мы будем изнутри к пластику и тут будет удобно сразу закрутить и потом показать итог потому что но так удобно чтобы не крутить первым делом мы установим вот эти воздухозапорники значит это у нас идет у подписано то есть правая сторона так это значит не то вот это тут есть также направляющие поэтому просто вставляем и закручиваем винтом аналогично делаем с правой стороной теперь берем воздухозапорники нам нужна левая сторона и также закручиваем винтом и аналогично делаем с другой стороной так и с этим закончили бензобак у нас состоит из двух деталей тут есть петля так сказать вот деталь с ушками нам надо просто вставить и бензобак у нас будет закрываться после этого надо будет прикрутить одним винтом тут есть направляющая и ставится на вот сюда если точнее тут как раз под винт и под штырек направляющие то есть вставим и закручиваем одни винтом и вот что у нас вышло давайте покажу в одну сторону очень красиво выглядит прям блины покрашена и цвет такой серый очень прикольная доволен ну а теперь давайте перейдем к 93 номеру будем устанавливать видимо уже крепить капот на наш кузов в 93 номере мы будем устанавливать петли и следовательно понадобится капот который мы собирали там где-то в самом начале из детали у нас тут две пружинки два самих вот этих шарнира открытие капота два ограничителя и видимо натяжение пружинки какие-то еще детали а может быть это крепление которые будут устанавливаться именно на кузов и берем ограничителя они ставятся вот в это место вертикально и выходит что вот в такое положение тут есть как раз вот как это будет выглядеть и закрутить один винт теперь установим саму петлю нам надо установить ее на так это у нас левая сторона и она никак не подписана в общем чтоб у нас прорезь смотрела на начало капота и вот эту часть с отверстием было наверху к сожалению сломался винт пришлось его пытаться выкрутить вроде выкрутил и продолжим тогда сборку надо установить вторую такую же петлю на вот эту сторону так петля установлена теперь нам надо установить петлю петли устанавливаем тут есть вот три отверстия значит самое крайне правая устанавливаются сюда в прорезь и ушка самой петли ну то есть вот этого шарнира устанавливается вот в эту тоже маленькое отверстие все крепится двумя винтами поэтому просто устанавливаем и закручиваем винтами вот у нас теперь двигается есть небольшой люк но я думаю он уберется после этого берем пружинку одеваем за вот эту прорезь и натягиваем на вот этот большое на большой штырь после этого берем черный большой винт со шляпкой это же закручиваем чтобы пружинка у нас не слетела все работает отлично но пока не буду его трогать чтоб равномерная была нагрузка и аналогично надо сделать со второй со второй петлей с но самим крепления так петли готовы и видимо теперь она понадобится кузов так что беру сейчас кузов сразу на коврик поставлю и будем устанавливать именно этот капот на кузов кузов сразу перевернул что было видно и теперь нам надо вставить капот и вот как раз место по 4 винта закрутить 4 винта итак капот установлен тут видно что небольшая щель есть я думаю можно отрегулировать поэтому по итогу я потом его чуть-чуть сдвину отрегулирую чтобы петли ровно стояли и вот у нас теперь капот открывается и закрывается ну а теперь перейдем к девяносто четвертом номеру продолжим сборку в девяносто четвертом номер у нас стеклоомыватель и замки капота кстати прикольно сделано они из проволочки тот сами замки но давайте по порядку начале мы соберем стеклоочиститель и он собирается из нескольких деталей значит первое берем вот этот насос или сам стеклоочиститель и втыкаем трубку и теперь нам нужно само крепление и еще одни трубки мы их крепим и закручиваем одним винтом теперь нам надо установить одну деталь и вот сюда вот в паз вставить и закрутить один винт после этого берем несколько деталей потому что мы их будем прикручивать вместе значит берем крепление тут вот есть это видимо куда мы будем крепить наши замки тут есть отверстие значит просто вставляем после этого этот насос у нас уйдет внутрь и мы должны видимо попасть как раз в этими двумя отверстиями чтобы закрутить один винт и прикрутить две детали тут нам лучше конечно перевернуть теперь надо совместить эти детали к сожалению не особо удобное место но что поделать по трубку там есть отверстие так что так вставляем по трубку есть отверстие надо просто вставить так эту деталь установили и теперь нам надо аналогично крепление установить сюда и закрутите уже винт со шляпкой сейчас также переверну теперь самая простую надо установить замки капота вначале откроем после этого берем замок нам надо вначале вставить снизу и просто загнуть эту проволоку можно потом конечно и это не знаю завязать как нибудь закрепить но я думаю это должно хватить для начала после этого закрываем капот и спереди тут у нас сам замок состоит из такой вот заглушки и кольца сам замок нам надо протиснуть через щель которая тут есть на вот этих штырьках и зафиксировать в кольце ну вот как то так немного странный замок конечно сделали или колечко надо побольше видимо или поменьше но тут принципе есть возможность там чуть-чуть он не заваренное кольцо и на этом сборку 24 посылки мы закончили и давайте кратко подведем итог если кратко в 24 посылки мы собирали части кузова нам пришла большая деталь кузова именно вся часть мы установили переднюю часть который собирали в 23 посылки установили капот замки также петли установили и установили воздухозаборники по две штуки на каждую сторону и на этом по идее сборку мы завершили модель выглядит уже очень большой она очень прикольно выглядит она тяжелая и мне сам цвет нравится и в целом как вот выглядит покрашена как хорошо покрашена не видно что разные условно оттенки этих деталей в общем я доволен а кстати также мы установили лючок бензобака и на этой хорошей ноте будем прощаться спасибо что посмотрели данный ролик надеюсь вам понравилось поэтому ставьте свой царский лайк подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые выпуски по сборке партворков в сборных моделей и диарам на этом все с вами был андрей всем пока пока